Добрый день, уважаемые участники нашей пресс-конференции. Хочу вас порадовать. Только что мы из площадки совхоза имени Ленина отправили 65-й конвой детям Донбасса в качестве нашего большого подарка к началу учебного года. Мы за последнее время туда отправили 8 тысяч тонн учебников, лекарств, продовольствия, стройматериалов. Приняли почти 2 тысячи детей у нас в Снегирях. Сейчас 14-я смена. Я хотел от имени администрации Донбасса, обеих республик, поблагодарить вас и журналистов, которые регулярно показывают. И мы внесли большой вклад в то, чтобы там поскорее наступил мир и было благополучие для детей. И одновременно хочу вам показать в совхозе Ленина мы в этом году сдали уникальную школу и детский сад. Лучшие школы и детский сад, которые сегодня есть в стране. С великолепным образовательным процессом, где восстановлены лучшие традиции русской и советской школы. Прекрасным детским парком, который доступен всем. Школы, обратите внимание, как выглядели школа. Это уникальная школа. Ни копейки не брали у государства. Все заработано коллективом. Коллектив, который блестяще трудится, где средняя зарплата на сегодня 77 тысяч рублей. Кто желает познать, что такое будущее, так и называется зона социального оптимизма. Приходите, посмотрите, поучитесь. В очередь стоят и на работу. Что касается жилья, строят и бесплатно раздают своим представителям коллектива. Всем детям доступны. Детский сад, школа, парк. Никакой оплаты. Учись. Готовься быть настоящим рожданином. От имени коллектива передаю вам большой привет и поздравления с предстоящим учебным годом. Сегодня в газете «Правда Советской России» на наших сайтах вышло мое обращение к гражданам страны. Хочу обратиться и к вам. Для того, чтобы в политике не делать больших серьезных ошибок, надо быть как минимум принципиальным, говорить людям правду и обладать исторической памятью. В этой связи хочу подчеркнуть, что тот закон, который американцы приняли в последнее время, по сути объявляет нам войну на 30 лет вперед. Если мы этого не сознаем и не предпримем срочные меры, то нас ждут большие проблемы и трудности, потому что эта война направлена на уничтожение нашего сырьевого сектора. За прошедшие 8 месяцев сырьевой сектор дал 77% нашей валютной выручки, а только 7% это то, что дает машиностроение. Поэтому для нас принципиально важно сделать соответствующие выводы. Мы подготовили свою программу. Эта программа принята на 17 съезде. Мы согласовались с патриотическими движениями. Но еще хочу вам напомнить, что если вам объявили войну, вы должны решить минимум 2-3 проблемы. Это добиться консолидации общества, иметь суперсовременную науку, хорошее образование, которое готовит настоящий граждан патриотов, и все сделать для того, чтобы ваша оборона была надежна и крепка. В этой связи мы имеем уникальную свою советскую историю, и без опоры на эту историю решить ни одной проблемы невозможно. Поэтому, если вспомнить, 19-й год еще полыхала гражданская война, Ленин собрал 200 ученых, которым было поручено готовить план ГОЭУРО и готовить новую экономическую политику. И полумертвая страна стала, как Псица Феникс, возрождаться заново. В 1931 год отстроены 200 лучших на планете, в ту пору лучших заводов. Сталин собирает передовиков и обращается к ним. Слушайте, с чем обращается. Европа начинает покрываться язвами фашизма. Мы обязаны своей историей сделать далеко идущие выводы. Нас били, били и монгольские ханы, и турецкие беки, били наши шведские и польские феодалы, японские бароны, били нас буржуи Франции и Англии, били за отсталость. Или мы пройдем то, что Европа прошла за 50-100 лет, за 10 лет, или нас со мной. И мы прошли. Мы построили еще почти 9 тысяч лучших предприятий, создали уникальную науку, и все сделали для того, чтобы освободить мир от фашизма. Победил в мае 45-го. Но в 45-м американцы бросили на головы японцев две атомные бомбы. Это скорее бросили и вызов советской стране. И мы вынуждены были в считанные годы построить 10 атомных городов, создать ракетно-ядерный комплекс. За 12 лет с 60-го по 72-й произвели 120 подводных атомных лодок и каждый год поставляли на свои аэродромы 1000-1200 самолетов. Мы добились ракетно-ядерного паритета, который держит и обеспечивает нам безопасность сегодня. После 91-го года, когда были преданы идеалы социализма, и посыпалось расстрел парламента, дефолт, один кризис, второй, третий кризис. И сегодня барахтаемся в этом кризисе, не зная, как вылазить из него. Поэтому мы предложили свою программу и конкретное обращение к каждому гражданину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова